где 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 в юж короле не в рифму на ощущение те же так ребятки и компот мишка лесу от обманывать будут вы раскрываете нет нет просто пробуем возникает возникает неподдельное желание прямо взять и бабахнуть причем обратите внимание пушка нацелена нацелена ну-ка сейчас через ствол на водку через ствол проверим вот куда-то вот туда нацелена миша твое место занято там уже ядро я тебе предлагал вот так туда залезть так и вот так круто подержи вот это ядро подержи одну я этого ступень ну что ж ребят побывать в юж короле и не увидеть экскурсию об этом насыщенном истории городе мы не могли и поэтому попросили татьяна михайловна чтобы она нам немножечко рассказала про город который она любит о нем много знает и я надеюсь чем-то поделиться с нами здравствуйте мы находимся на главной площади на центральной площади нашего города площадь называется в честь первого нашего воеводы оболенского ноготкова ивана андреев автор памятника андрей ковальчук председатель союза художников россии и вот буквально года три назад поменяли на постаменте вот эту вывеску было написано что это основатель города ешкаралы оболенский ноготков иван андреевич но поднимая документы решили что все-таки он может быть не совсем основатель поскольку есть указ царя а вот в правой руке он лежит указ царя федора иоанновича третьего сына ивана грозного который написал что он направляешься на государеву службу в казанские земли воеводы главного полка в царев град и поэтому были разногласия между нашими очень именитыми историками что может быть он уже въехал в основанный город поэтому в этот знак вопроса остался поэтому ведь поменяли и город назывался царёв град не случайно не в честь царя у есть такое положение такое предположение что не в честь царя земного а в честь царя небесного царёв град но царёвых городов было много на руси и чтобы утверить так сказать уточнить а где Так же этот маленький, затерявшийся в лесах, в озерном таком крае город, решили назвать Царев город на Кокшаге. Четыре слова было название города, но это название было не очень долго. Потом соединили все четыре слова, и город назывался Царево Кокшайск 337 лет. А потом уже была революция, когда нужно было переименовать город, поскольку революция, сами понимаете, город назывался Красно-Кокшайск. А в 1928 году, когда уже была автономия полностью сформирована, было пожелание. А давайте назовем город по-марийски. Красно-Кокшайск просто перевели, и красный Йошкар, ола, город, получился Йошкар-Ла, красный город. Поэтому вот Йошкар-Ла в переводе на русский красный город. Мы живем с вами в красном городе. Вот так вот, ребята, не знали же. Да. Вообще сама площадь по архитектуре напоминает Венецианский дворец Дожи. Ну, в Венеции Дожи правили 120 царей, так сказать, немножечко это какую-то Венецию напоминает. И не случайно у нас здесь проходили летние сезоны. Здесь мы смотрели балет Рома Джульетта, наш оперный театр представлял. И мы, конечно, очень рады, что у нас есть такая площадь. Во-первых, это динамическая композиция, когда ровно в каждый час с 9 утра до 9 вечера появляется такое явление, как спасение иконы Божьей Матери Троиручица. История иконы очень замечательная, потому что это 8 век, иконоборчество, когда рубили иконостасы, вот, когда убирали иконы. Туда пришли турки-османцы в 13 веке, опять рубят иконы. И чтобы сербы спасли эту икону, они поместили ее на ослика и отправили на промысел Божий. И ослик с иконой пришел в греческий афон. Так вот, это белая ворота, это ворота греческого монастыря. Так вот, эта динамическая композиция в мире, нет, она одна единственная, поскольку ни у кого не хватило фантазии обыграть вот такой вот библейский сюжет. Поэтому, друзья мои, каждый час появляется эта икона. Но чтобы оживить часы, вот зажгли малиновый свет, и звездочки вот эти вот зажгли. И вот сейчас мы это явление увидим. Звучит Рахманинов, Сергей Рахманинов. Все ночные бдения, Богородица, Дева, радуйся. Исполняет детский хор. Очень интересно, давайте сейчас понаблюдаем за этим процессом. Часы на площади старого города. Исполняет детский хор. Ласкетский хор. Исполняет детский хор. Субтитры подогнал «Симон» 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 Это площадь Ленина У нас самый спокойный Владимир Владимирович Ленин во всей Российской Федерации Смотрите, какой он спокойный Он никуда не спешит, он никого никуда не призывает И кто его знает, ребят Вот был бы он в 17-м таким же спокойным Что бы было, может все по-другому было Ничего, стоит Все памятники у нас на месте Поэтому очень этим тоже Это история наша, никуда не деться А в Улан-Удэ Ленин Самая большая голова Бывшая Новопокровская Бывшая улица, большая и сильная Еще называли, потому что по ней возились У нас нет ни одного космонавта Выходца из Майской Республики Но у нас есть планета Ешкар-Ла Под номером 2910 Нет планеты Москва, друзья мои А Ешкар-Ла есть, потому что Всю общую во время войны мы очень долго связывали Едем прямо на вокзал Связывали очень долго наш город С космосом, с галактикой И связали, что во время войны у нас оптические Государственный оптический институт имени Вавилова Всю войну Сергей Иванович Вавилов Пробыл здесь, 80 мировых открытий здесь было В общем, связали И в 1980 году крымский астроном Чернов Николай Иванович Обнаружил маленькую планету Которую назвали именем Миш-Королой И в 1984-м, когда мы отмечали 400 лет нашему городу В обком партии пришла телеграмма Поздравляем, именем вашего города названа планета Под номером 25 Обратите еще внимание, вот закладной камень Вот видите, справа, справа Вот видите, закладной, такой деформированный Деформированный Это гранит науки грызут наши студенты Видите, его как обгрызли на жизнь Голодают бедолаги Да, все грызли В 2012 году у нас было ровно 80 лет нашему БГТУ Грызли все, потому что сказали всем работникам А я там причастна к этому И вот тот бассейн, про который, видите, такие морские мотивы Иллюминаторы, голубые цвета Вот он, у него глубина 330 Вода очищается озоном, друзья мои Здесь цинк и серебро, ионы серебра Которые убивают более 260 бактерий А вот Ледовый дворец на 3500 зрителей уместим Здесь мы принимаем все чемпионаты России Уважаемые друзья, а вот Водный дворец Прямо перед вами еще один, да, с правой стороны Он предназначался для пара олимпийцев Видите, вон кафе «Спортивный остров» На 225 мест, чтобы инвалиды никуда из-под одной крыши не уходили Здесь все абсолютно предпособлено для людей с ограниченными возможностями Перед вами, это не Спасская башня Московского кремля Это наша Благовещенская башня И не Спасс на крови Санкт-Петербурга Это наш Благовещенский собор Вот эти два Благовещенских объекта А между ними два Благовещенских персонажа Архангел Гавриил и Дева Мария Видите, спаренные окна, арочные, отдельные Что-то от готики Что-то, не только готик, а и романский стиль Здесь все стили абсолютно Но в эпоху Возрождения не было кадастровой нумерации То есть не было номеров на домах Были домик под петушком, домик под беркутом Эти все детали мы сюда перенесли Пойдем Ешкина кошка есть? Ребята, у кота есть жена официальная То есть прям вот его, настоящая Сейчас мы ее увидим Кошка гуляет сама по себе Но нашла себе дружка Дружок оказался очень большим джентльменом Он ей мышку принес Ешкина кошка Но он оказался джентльменом Он принес ей мышку Тот сам рыбку съел, а этот мышку ей принес Она у нас очень на Людмилу Гурченко похожа Правда? Вот такая вся, красная вся Вот, ешкина кошка И ешкина мышка И люди, которые знают, что кошельковая мышка Всегда приносит счастье Вот домик под петушком Домик под котиком еще один Еще один котик, да? Правда, он на безоку Чаану Михайловну нас же жжет просто А вот этот домик Палаццо Францесски Это итальянский стиль Обратите внимание, домик под беркутом Вот домик под беркутом Здесь тоже, видите, четырехлистники И трехлистники Четырехлистники это всегда вообще В христианстве это крестик А трехлистник это святая троица Хотели вытрезвитель сделать? Белочка как раз кстати Вот окажется Че здесь белочка, ребят? Здесь вытрезвитель должны были сделать Вот белочка здесь и тусуется А к ней котик на свидание ходит Нормально, да? Это уже Амстердам какой-то полный Обратите внимание Кот совершенно непривожен на ходе пассива Гравитация вообще после Амстердама Она вообще Никак не работает Чудо, которое вы нигде не увидите Два, так сказать, русских бренда Это Москвы и Санкт-Петербурга Спас на крови Очень похож Тот же самый Но здесь у нас 75 метров высота нашего храма А колокольня 55 Она равняется высоте вот этой нашей Благовещенской башни Они на одном уровне То есть так же как на Грибоедовском Колокольня не доминирует над храмом Два слова Два слова Чуть-чуть Два слова Мариэл сильная республика Мариэл лучшая республика Сюда нужно приезжать Сюда нужно привлекать инвесторов Чтобы развивать нашу республику Пожалуйста, приезжайте Туристы у нас классно У нас самая сильная природа У нас самые лучшие люди Гостеприимные Вот, Татьяна Михайловна Самый лучший педагог Я тебе уже Училась уже по вам Я скоро У меня сын дзюдо занимается Можете ему привет просто передать? Герасим, занимайся дзюдо Будешь сильным, крепким, умным И привет тебе из Мариэл От чемпионки России Будь чемпионом Это ваша визитка Визитка, да Визитка канала Сури, измял Все, подпишись У меня сын начинающий ютубер У него уже 20 тысяч просмотров Он говорит, я классный Ну вот, все Молодец Пока-пока, моя хорошая Всего доброго Пока Это моя студентка Я так рада Все, ребят Куранты московские Записывайте нас Один к одному Спасибо, у московские Куранты звучат Ой, а вы Ну, мы Так, ребята, оказывается, и у нашей белой совы изображение ее королы присутствует. Да, прямо вот эта аллюзия, намек. И вот здесь мы вошли в Книгу рекордов Гиннеса. Да, в 2014 году мы очень долго изучали книгу рекордов, всю зиму читали, прочитали, что в 2007 году, да потому что сначала сделали бутерброд, сколько, 190, ай, сошлых 197 метров, не дотянули, потом бутерброд был 98, мне 5 не пошло. Потом читали, читали, листали, листали, прочитали в книге рекордов, что в 2007 году китайцы съели 2007 курей-гриль. Мы в 2014 съели 2014. Мы их это переплюнули, нам Акашевская фабрика дала 2,5 тонны этой курей, вот здесь 80 человек вертелак вертили. Горло и крылья нам бесплатно давали, остальное мы за деньги нас съели. Акашевскую даже и в Москве тоже продается. Ребят, все действие, проход апостолов будет длиться 8 минут, поэтому мы немножечко ускорим все это дело, чтобы вас не сильно задерживать. У меня на этом ведь все, мне сказали здесь вас оставить. Ну что ж, мы конечно расстроимся. Татьяна Михайловна, расскажите нам немножко о себе. Я имею гордое звание пенсионер. Так. У меня 38 лет педагогического стажа. Я историк по специальности, преподавала в колледже, высший колледж по ГТО политехник, вот филиал нашего политического института, на отделении туризма, читала спецпределеты по туризму. Так что я профессиональный такой спецпредметник, ну и историю Марийского края. Преподавала очень долгое время, очень люблю свой Марийский край, свой город, очень переживаю, очень болею за него, радуюсь и горжусь, что я живу. Здесь огромное количество моих студентов, моих друзей, ну и семья, естественно, в общем. Все здорово, люблю жизнь, люблю людей, люблю жить. Вот так вот, ребята, а к чему я вообще это прошу рассказать Тихонова Татьяна Михайловна? Вот если вы захотите увидеть ее ж королу, так как увидели ее мы, то мы оставим телефончик в описании, и вы сможете с Татьяной Михайловной связаться, и она вам проведет офигенную экскурсию. Многое в это видео не попало, то, что неофициально было. Но это было очень интересно. А вам, думаю, не боясь камеры, Татьяна Михайловна вообще 100-500 расскажет всего. Все, а мы пришли за сувенирами. Сейчас покажем вам, что тут есть. Ешкина коты, ребята. Кота по 330. Давайте нам и вот по 330, по 440 мне и ешкину кошку. По ешкину кошку. Да, ешкину кошку. Сейчас магнитчик мы берем еще. Какой ешкин кот? Соловно у нас. Он у нас из керамики. Наверное, да. Все три вида, да? Да. Еще два. Так, подожди. Ну, это сама отдельно тогда. Да, отдельно, да. Вот, оказывается, выяснилось еще, нас почти два часа водили-водили, а, оказывается, мы еще ничего не видели. Так что, ребята, вот Татьяна Михайловна, телефон в описании, звоните, и вам покажет вообще всю южку, Ролу. Но выбирайте время для этого, потому что здесь есть что посмотреть на самом деле. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш, Герасим Шер.